Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня воскресенье, 14 мая, и мы с вами прочитаем отрывок из книги Деяний Святых Апостолов, 11 главу, с 19 по 26 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли дофиники и кипра и антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприньи и киринейцы, которые, пришедшие в антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число веров обратилось к Господу. Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждался держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный духа святаго и веры, и приложилась довольна народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и наше этого привел в антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей, и ученики в антиохии в первый раз стали называться христианами». Итак, братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу «Деяния стихоапостолов», вот как иногда бывает в нашем календаре, хотя с книгой «Деяния» в меньшей степени, книгу «Деяния» мы читаем более или менее по хронологии, но иногда скачки все равно бывают. Помните, в «Преполовение» мы перескочили сразу в Листру вместе с Павлом и Варнавою, хотя мы еще даже не начали в общей хронологии читать о миссионерских путешествиях Павла. Но, тем не менее, календарь решил так. И здесь вот у нас тоже возникла смена хронологии. Вчера мы читали начало 12-й главы, сегодня мы читаем в слове конец 11-й. Ну, вот так иногда календарь нам дает такие вот интересные комбинации, но мы читаем то, что там написано, и поэтому мы вернулись к концу 11-й главы. Здесь речь идет о том, что случилось после того, как Петр рассказал в Иерусалиме о том, как Бог открывает свою дверь язычникам, да, о том, как ему довелось крестить сотника Корнилия. И вот, в общем-то, все слушавшие Петра, это мы можем прочитать в начале 11-й главы, успокоились, услышав о видении, которое было Петру, которое, конечно, всеми интерпретировалось как возможность открыть дверь церкви для язычников. И поэтому все успокоились, вот если мы здесь 18-й стих прочитаем, первый перед нашим отрывком, выслушавшие это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Вот вывод, который сделали слушавшие Петра, слушавшие его рассказ о крещении Корнилия и присутствовавших с ним. Дальше рассказывается, что было дальше. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра, и Антиохии. Никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприней и киринейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили Элленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ним, великое число веров обратилось к Господу». Мы помним, что Антиохия – это действительно город, который стал центром христианства, скажем, христианства, уже вышедшего за узкие рамки Иерусалима и Иудеи. Потому что действительно, когда христиане стали убегать от гонений из Иерусалима, они шли многие в тот же Дамаск, куда, например, постул Павел шел в начале, Саввул еще, когда был гонителем, чтобы поймать там всех и привезти на суд. Ну, Дамаск – это тоже Сирия, да, а Антиохия в тот момент – это главный город, провинция Сирия. Антиохия – сирийская, Антокья современная, мы уже об этом говорили. То есть в современных реалиях это не территория Сирии, это территория Турции, но близко к границе Сирии. Кто карту представляет или может посмотреть, то увидите, что это действительно так. И, в общем-то, именно там потихонечку христиане сосредотачивались. Потому что Дамаск на тот момент был не таким большим городом, как Антиохия. Если брать вообще Римскую империю, то, в общем-то, после Рима и Александрия, Антиохия была следующим по величине городом. Действительно, город был очень сильный, очень большой, со своими традициями. И, в общем-то, недаром христиане сосредоточились именно там. И именно оттуда постоянно апостол Павел будет совершать свои миссионерские путешествия. То есть это будет как некая такая база. Дальше, 22 стих. Итак, мы видим, как Варнава идет искать Савла. Он же Павел, мы знаем, ищет он его в Тарсе, в его родном городе. Это Тарс в провинции Киликия. Это все Малая Азия, в общем-то, современная Турция. Вся она в себя включает все вот эти провинции. Осия, Ликия, где миры ликийские, где святитель Николай был епископом. Это Помфилия, где вот Анталия современная. Да, это провинция Помфилия тогда. Дальше вот Киликия, Галатия. Это все провинции, которые находились на территории Малой Азии, то есть современной Турции. И вот в этом Тарсе Киликийском, собственно, где Савла родился, он находился какое-то время, помните, когда его спрятали от преследований, вот, собственно, если согласно Книге Деяний, да, то там мы немножко теряем след Павла, так скажем. И вот сейчас опять о нем ведется речь. Уже, в общем-то, после этого он с поля зрения автора Книги Деяний уже никуда не пропадет, и мы будем вместе с ним везде идти. Не так, значит, Варнава идет, находит в Тарсе Савла и приводит его в Антиохию. И целый год собирались они в церкви, учили немало, число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот мы видим как раз, возможно, первые признаки того водораздела, о котором я говорил в прошлый раз, и не только в прошлый раз. Что, в общем-то, пока христианство сосредоточено было в Иерусалиме, каких-то вообще разговоров, мыслей о некой как бы самостоятельной группе, как некой самостоятельной, может, даже религиозной традиции, речи не велось. Ведь все проповеди в Иерусалиме, я еще раз напомню, которые мы слышали, это Архидиакон Стефан, это апостол Петр, они все говорили о том, что иудаизм, он как раз-таки весь сводится к ожиданию Мессии, а Мессия пришел, это и есть Иисус из Назарета, поэтому, в общем-то, Новый Завет, продолжение Ветхого, христианство — это естественное продолжение иудаизма. Но христианами еще никто себя не называл из последователей Христа, называли себя учениками Христа, здесь, как здесь и написано, но ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть это были люди, которые все равно мыслили и жили во многом по-иудейски, то есть они были как бы с точки зрения религии иудеями, но при этом учениками Христа, то есть они почитали Христа за своего учителя и за Мессию. А уже в Антиохии, в городе, который, как я и сказал, был достаточно развитым, достаточно таким разнообразным, можно еще так сказать, да, в котором, как в всяком большом городе, скапливалось много людей, много традиций, то есть город, который был уже более свободен от непосредственного иудейского влияния, в этом городе христиане могли себя уже почувствовать как нечто отдельное, то есть они не просто иудеи, которые верят в Иисуса из Назарета, как в Мессию, что они его ученики. Нет, они уже потихоньку начинают называть себя христианами, то есть теми, кто действительно строит свою веру на том, что Христос, Иисус из Назарета есть Христос, да, Иисус есть Христос. Это, можно сказать, первое исповедание веры иудейской. И поэтому совершенно спокойно, свободно, уже без полной оглядки на иудаизм, то есть с некоторой свободой, можно сказать, от этого давления, люди начинают называть себя верующими в Христа, ученики Христа начинают называть себя христианами. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из книги «Деяния святых апостолов», 11 глава, с 19 по 26 стих. Также напоминаю необходимость для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, что в нем заключена великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова